Доброго времени суток! С вами новостной дайджест от Улитки Зидана. Зашнуровывайтесь, мы начинаем! Главная новость дня это матч сборной Украины со сборной Швейцарии. Мы уже успели порядком соскучиться по национальной команде, особенно помятуя отличную игру сборной до перерыва. Хоть матчи с Испанией и Германией в этом турнире нам еще только предстоят, но Швейцария тоже очевидно не подарок. 10 из 11 игроков стартового состава представляют как минимум команды-середники топ-5 Лиги Европы. Ожидаемо матч был интересным и закончился со счетом 2-1 в пользу сборной Украины. Но результаты все-таки представляют не главную ценность. Куда важнее было качество игры, и команда Шевченко не разочаровала. Мы увидели неплохое командное движение, моменты создавались исправно, правда куда хуже дела обстояли с реализацией. Защитники тоже играли с хорошей самоотдачей, но ошибки случались достаточно часто, тут Шеви еще есть над чем работать. Персонально мы бы отметили молодого Тымчука, который отыграл очень уверенно, и даже отдал ассист. Неплох был Ермоленко, ну и конечно Зинченко с его убойным вторым голом в ворота Швейцарии. Мы остались довольны матчем, считаем, что игра заслуживает вашего лайка. Шева так держать. Колос открыл обновленный стадион. 2 сентября в Ковалевке состоялось открытие арены. Подопечные Руслана Кастышина 19 августа провели на обновленной арене товарищеский матч с Подольем. Колос на этой арене будет проводить лишь домашние матчи в Лиге, так как стадион не соответствует требованиям Лиги Европы. Прямо скажем, арена не впечатляет ни размахом, ни технологиями. Но с другой стороны, многие более именитые клубы УПЛ не имеют и этого. К слову о Колосе в Лиге Европы. Команда сыграет с Арисом на выезде во втором раунде квалификационного турнира. Их соперник занял пятое место в прошлом сезоне в чемпионате Греции. В общем, проходить Грека вполне реально, хоть и не на новом стадионе. А вот кому в Лиге Европы повезло меньше, так это Черниговской Десне. Клубу в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде предстоит встретиться с победителем пары Кукеси-Вольсбург. Если Кукеси серебряный призер чемпионата Албании выглядит не слишком грозно, то Волки, занявшие седьмое место в Бундеслиге, вызывают опасения. Остается лишь пожелать Десне удачи. Теперь переходим к самому вкусному. Трансферные новости. Матвиенко согласился перейти в Лидс. По данным источника, сам 24-летний футболист уже дал согласие на переход в английский клуб. Директор департамента селекции «Шахтера» Жузе Боуту рассказал, что по поводу украинского защитника в клуб обращалась еще и на поле. Трансфер-маркет оценивает игрока в позорные 4 миллиона евро. Контракт у игрока с «Шахтером» до лета 2021 года. Информация по поводу трансфера еще не стопроцентная, но мы считаем, что это неплохой вариант для Николая. И главная трансферная бомба – возвращение легенды. УПЛ больше не будет прежней. Уже не раз ранее упомянутый «Колос» подписал не кого-нибудь, а самого Селезнева. Бывший нападающий «Шахтера» и «Днепра» будет играть за новую команду под 11 номером. Напомним, что игроку уже 35 лет. Но во всяком случае, как игрок, видавший виды, «Колосу» он не помешает. А на этом у нас все. Не забывайте ставить лайки и подписываться.